Я говорю, ну вы же знаете, что это моя лошадь, ну пожалуйста. На своей машине вывезла лошадь, что с ней, живая ли она. Скорить именно вот эту вот отличительную черту лошади. Решение суда вынесли 5 сентября. Он говорит, разбирайтесь сами. В ноябре 22-го года я приобрела лошадь. Сделала себе подарок на Новый год. Так как места для содержания лошади не было, я решила ее отдать на постой. На время того, что у меня будет строиться дома конюшня, потом я ее хотела забрать. Отдала ее в конный клуб «Карат». Хозяйку этого конного клуба, хотя его так не назовешь, Розенберг Кавелина. На безвозмездной основе, то, что она работает, отрабатывает. Я приезжала, я также чистила за всеми лошадьми навоз. Я также ездила куда-нибудь в горы, где много травы, потому что там в городе нет возможности пасти лошадей. Детей покатать, по полянке походить. Я ее тренировала для этого, чтобы она не ударила, не укусила, не побежала лишний раз, не боялась ничего. Началось все с того, что я просто захотела забрать свою лошадь. Мне не понравилось то, что на моей лошади ездят взрослые люди. Моя лошадь еще молодая, у нее еще не окрепли кости. Я захотела ее забрать. И лошадь начала там худеть. Александра, девочка, которая у нее работала, за день до этого вечером пошли прогуляться и обсудить те моменты, то, что Эвелина и к ней несправедливо относится, в плане того, что штрафы на штрафах. Она хочет домой поехать. Я говорю, ну и мне не нравится то, что там так все происходит. Давай, наверное, соберемся просто. Завтра и лошади заберем. Она мне позвонила и сказала, что лошадь она ей не отдает. То, что надо, чтобы я приехала. Я отпрашиваться быстро начала с работы. Александра сидит, плачет. Стоит мускат ее конь, дверь закрыта на замок. То есть лезть через забор я по-любому не буду. Я пыталась позвонить Эвелине. Я пыталась как-то достучаться. Да ее мужа звонила. Хотя он туда-сюда выходил. Ну вы же знаете, что это моя лошадь. Ну, пожалуйста, выведите. Он говорит, разбирайтесь сами. Участкова приехал. Я ему объясняю ситуацию. Вышла Розенберг. Начала рассказывать то, что там только ее лошади. Они зашли и сделали фотографии всего. Участкова говорит, что мы не сможем доказать, что это ваша лошадь. Она находится у нее на территории. Я обратилась к адвокату. Чтобы начался суд, чтобы начались разбирательства. Начали собирать базу, всю доказательную, что это моя лошадь. У нее было очень много версий на суде. То, что лошадь украли, вывели. То, что ее украла вот Саша. Она говорила всем. Писала пост у себя в группе. То, что мы отравили ее лошадей. Одна лошадь умерла. Другие там полумертвые ходят. Хотя она скидывала видео и фото, как ее лошади там на поляне бегают. Ее муж также пришел в суд, как свидетель. Рассказывал то, что там. Да, это Саша украла лошадь. Я в последний раз видела свою лошадь 20 или 21 июня. То есть я сама лично верхом ехала на ней обратно в конный клуб. Карат к Эвелине. Все было хорошо. Не было конфликтов. И больше 100 моментов живую лошадь я не видела. Только фотографии и видео, которые выставляла Эвелина. И она тщательно пыталась скрыть именно этот отличительный знак в виде запятой на лбу. Она одевала шапочки, замазывала фотошопом. Пыталась скрыть именно вот эту отличительную черту лошади. К ней приезжала девочка. Как раз таки эта девочка мне и скидывала фото и видео, когда она ее подстригла. Реально твоя лошадь. То, что звездочка на лбу похожа. То, что она отвлекается на кличку. С конца лета, я не знаю, не слышно, не видно ничего о лошади. Неизвестно, где она находится, что с ней, живая ли она. Я выкладывала пост о глазке того, что лошадь не вернулась ко мне. В комментариях она утверждала то, что мы подделали решение суда. В общих словах она писала то, что якобы я ей подарила бедную хромую лошадь, потому что не смогла содержать. И потом украла у нее вместе с Александрой, якобы ей насолить, забрать у нее бизнес ее, еще ради чего-то. Решение суда вынесли 5 сентября. Было указано то, что Розенберг-Кавелина должна вернуть лошадь законной хозяйке. Но решение суда никто не исполняет. То есть человек ходит так же безнаказанный. И ей все равно. Вероятнее всего лошадь не в краю, потому что по краю у меня очень много теперь знакомых людей, которые помогают, которые меня поддерживают и хотят помочь мне найти лошадь. Но безуспешно. И вероятнее всего она просто на своей машине вывезла лошадь, продала ее где-то далеко. Велина она зарабатывает. Вот даже сейчас она скидывает видео, как у нее конь хромой. Она его в горы таскает. Кобылу она покрыла мою. Хотя еще рано было. Просто смотрю, вижу то, что с лошадью что-то не так. А потом еще выяснилось, она приезжала к Сашиной маме и говорила, давай Олесину лошадь вывезем. Скажем, что она убежала. Она не может просто работать ни с детьми, ни с лошадьми, потому что человек, я считаю, с ненормальной психикой. Что-то у него, наверное, в жизни случилось, что она так делает. В итоге я попала в такую ситуацию, что сейчас я просто не могу найти свою лошадь. Лошадь свою я люблю, я очень хочу ее обратно домой.